Для первого упражнения выбираем кисточку плотную, как пушистая короткошерстная кошка, средней плотности или пушистую кисточку. Тональное средство выбираем плотное, стойкое, лучше с желтоватым подтоном, в тон кожи или на тон темнее. С помощью пушистой кисти можно получить самый тонкий слой тонального средства. Происходит это за счет того, что кисть вбирает в себя часть продукта. Взамен мы получаем максимально тонкое покрытие, подходящее для идеально ровной кожи. Я работаю из середины и растягиваю продукт к краям. Обратите внимание на круговые движения кистью и на очень легкий нажим. Я едва чувствую прикосновение кисти к коже. Кисть средней плотности также нанесет тон достаточно тонко, но более плотно, что поможет скрыть перепады цвета и мелкие сосудики или высыпания. Этой кисточкой я также работаю легкими круговыми движениями из центра к периферии. Именно так из центра к периферии мы будем наносить тональный крем на лицо. Эта кисть более упругая, чем пушистая, поэтому нажимать на нее можно чуть сильнее. Также этой кисточкой можно нанести второй слой средства, если это необходимо. При уменьшении нажатия она не стирает нижний слой, а наносит еще один тонкий сверху. Самое толстое покрытие мы получим с помощью плотной кисточки. Посмотрите, насколько тяжелее растягивается средство от центра к периферии. Зато это тот способ нанесения, который поможет максимально скрыть все возможные дефекты, неровности и высыпания на кожу. Этой кистью имеет смысл работать короткими, вбивающими или втаптывающими продукт в кожу движениями. В результате все неровности кожи скрыты и мы получаем эффект фотошопа.